Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья Леонова, и сегодня я приглашаю вас прогуляться вместе со мной по старинным московским местам от древнего Китай города до окраин знаменитой Таганки. Здесь во времена Ивана Грозного была одна из иноземных слобод, в которой жили преимущественно немцы. На древних картах Москвы возле Таганской площади обозначено старинное немецкое кладбище. В этих местах сохранилось много архитектурных шедевров, которые построили российские немцы. Несколько интересных строений появились здесь в конце XVIII века благодаря знаменитому зодчему немецкого происхождения Карлу Ивановичу Бланку. Например, вот это здание в классическом стиле, в котором после войны 1812 года были устроены жилые квартиры для служащих воспитательного дома. Бланк построил для этого благотворительного заведения для детей-сирот так называемое окружное строение, которое в наши дни занимает Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи. Карл Иванович трудился также над возведением колокольни чудесного храма живоначальной троицы в Серебряниках. Сохранился в этих местах и главный дом старинной усадьбы, в которой жил знаменитый врач немецкого происхождения Богдан Карлович Мельгаузен. В Большом дровяном переулке талантливый архитектор немецкого происхождения Петр Дриттен-Прейс по заказу купца Павла Крашенинникова перестроил старый дом в трехэтажное жилое здание в стиле классического московского модерна XIX века. Известный зодчий немецкого происхождения Максимилиан Геппинер осуществил в этих местах свою первую значительную работу особняк купца Брашнина. А позднее он построил красивый комплекс главной насосной станции Москвы в так называемом кирпичном стиле, в одном из зданий которого сейчас находится необычный музей воды. В районе Таганки провел свои молодые годы архитектор немецкого происхождения Густав Вегман. В 1920-х годах он участвовал в первой экспериментальной жилой застройке советской эпохи на Бельмановской улице. В ходе маршрута вы познакомитесь с первой фармацевтической фабрикой Москвы Фридриха Карла Келлера и узнаете, какую уникальную продукцию там выпускали. На Воронцовской улице можно полюбоваться неоготическим зданием, построенным в 1902 году архитектором Отто Вильгельмовичем фон Дессиным для конторы гильзы в табачной фабрике Абрама Ильича КТК. В этом маленьком усадебном доме в Пестовском переулке вот уже много лет работает московский областной государственный театр кукол. Его создал еще в 1933 году замечательный кукольник-драматург и режиссер Виктор Александрович Швембергер. Он был энтузиастом кукольного дела и очень любил свой театр. И сейчас вы с детьми можете прийти сюда на интереснейшие спектакли и посмотреть лучшие постановки в традициях кукольного театра. С вами была Наталья Леонова, ваш проводник по немецкой Москве. Добро пожаловать в немецкую Москву, город невероятных историй и самых разных легенд.